Вы на канале SkyTopGames и это 10 серия прохождения игрушки под названием Prehistory Kingdom. Да, знаю, все ждали и вот все-таки в мои лапки дошли для прохождения новой части, которую вы все заждались. Собственно, начнем с самого крутого. Зал славы. Ни для кого не секрет, что в нашем парке SkyTopGamesPark есть зал славы, куда попадают самые особые подписчики нашего канала, которые оставляют какой-то самый экстравагантный, впечатлительный комментарий, либо часто пишут, в зал славы у нас попадает Умка и Лил Мага. Собственно, этот зал славы, самый первый, да, я предлагаю сегодняшней серии закрыть. И со второй серии, я думаю, мы откроем второй зал славы, ну, где-нибудь примерно в этом месте, где рестораны и все прочее, где народу очень огромная куча. Да, собственно, наш парк пополнился. 1856 посетителей, за кадром было намного больше. И, собственно, в отсутствии почти, наверное, больше месяца новой десятой серии Prehistoric Kingdom, достаточно игра претерпела много обновлений. Собственно, давайте я вам сейчас покажу и немножко расскажу. Как говорят разработчики, где-то в июле нас ждет, нас ждут три новых вида динозавра, да. На некоторых скринах видно, что вроде бы там где-то засветился велоциратор, возможно, и спинозавр, не знаю. Да, искусственный интеллект будет полностью переработан. И теперь у нас есть, давайте покажу, как меню управления. Сейчас, 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 сейчас. Исследование. Энергия, да. Исследование. У нас теперь есть, так сказать, комплект, где мы можем изучать электроснабжение нашего парка. Собственно, у нас появились как малые, так и большие генераторы. В нашем парке достаточно много интересных всяких вещей установлено. Вроде бы проблем с электричеством нету, но я сейчас начну, наверное, все это потихоньку изучать, изучать, да. Собственно, финансы позволяют. И я полностью изучу солнечные панели, витрины, турбины и все прочее. Так, по безопасности. Заборы прочность 5 не нужно. Так, ладно, давайте выходим отсюда. Пока у нас идет изучение. Что сегодня мы будем делать в нашем парке? Ну, как видите, у нас погода не очень. Не знаю, пишите в комментариях, как погода у вас. А в нашем парке вторые сутки идут дожди. В прошлой серии, по-моему, мы разместили больших, больших, огромных динозавров, таких как аргентинозавр. Давайте посмотрим на них. Так, это клетка с комарозаврами. А, вот, мы разместили похеринозавров в одной клетке с аргентинозаврами. Все правильно. Так вот, я предлагаю сегодняшней серии, даже не знаю, в какую клетку разместить. Я не хочу делать еще отдельно загон для наших новых динозавров, животных кайнозоя и юрского периода размещать вместе. Ну, такое себе, как бы, да. А почему бы, если не разместить с комарозаврами? Давайте я вам вообще покажу, кого мы сегодня будем размещать. Этих динозавров у нас в парке абсолютно вообще нету. Так, я хотел разместить сегодня эдмонтозавров. Да, небольшие, средние, травоядные. Изучаем этот подвид. Собственно, как я понимаю, он у нас уже в инкубаторе открытый. Есть еще какие-то подвиды или только один? Так, подождите. Игуано-дом. Нет, я думаю, остальных динозавров, травоядных мы разместим в следующей серии. Так. Нет, видимо, эдмонтозавр у нас всего лишь есть один вид. Ладно, давайте вернемся в нашу лабораторию. Лаборатория генетики. Эдмонтозавр. Нет. Как мы видим, то есть на карте где-то, возможно, в будущем откроются места, либо они есть, но, собственно, пишите в комментариях. Так, создадим, как обычно, самца и самку. Давайте создадим три особи одного вида. Прекрасно. Так, ну что, будем размещать их все-таки, наверное... Так, у комарозавров очень будет тесно, я думаю. Очень будет тесно. Ну, точно, не к торбозаврам, не к тираннозаврам. Давайте, да, разместим к нашим пахериной и аргентинозаврам. Так, далее. Давайте пробежимся по исследованиям. Энергетика. Энергетика. Ветряная турбина. Ставим на изучение. Улучшенная солнечная эффективность. Повышает эффективность солнечных батарей. Отлично. Собственно, это повышение мощности. Давайте также изучаем. Примерно около 7 минут на все про все. Ну, давайте дождемся, наверное, исследования. И посмотрим, что вообще открылось. И поставим, наверное, пару каких-нибудь генераторов и витряных турбин. Итак, изучение у нас, в принципе, уже прошло. Совсем забыл сказать. Давайте покажу. В конструкциях и технологиях у нас появилась веточка ресторан. И торговые центры. Собственно, мы можем открыть новые здания для отдыха наших гостей. Я предлагаю это тоже изучить. И, наверное, изучим большой ящик для пожертвований, для донатов. Вообще, сейчас за кадром я немножко, знаете, что подумал. Как вам такая идея? Мы же хотим разместить новые виды динозавров вот в этой огромной клетке. А почему бы, почему бы, допустим, нам построить в следующей серии один огромный вольер, где-нибудь даже вот здесь, около входа. Просто я не знаю, сколько квадратных метров, километров сделать его. И размещать туда различные виды травоядных. То есть, можно некоторые виды перенести, чтобы освободить другую площадь. А вот здесь где-нибудь, где у нас какие-нибудь хищники, пока что нет обновления. Я не знаю, может сделать также отдельный вольер для некоторых видов хищников. Хотя, мне кажется, это будет немножко странным на будущее обновление. Потому что, когда будет поведенческое, да, различное там, не знаю, поведение каждого динозавра будет индивидуальным. Как это пойдет и вообще смогут ли они ужиться? Я думаю, нет, наверное, не стоит этого делать. А вот можно даже, в принципе, знаете, что сделать? Объединить вот эти две клетки большие, да. И вот здесь где-нибудь увеличить площадь. Почему бы нет, да. Так, ну, собственно, что у нас? По слотам разведения у нас уже готовы наши ягуанодоны. Так, у нас идет изучение. Ну, давайте, ладно, инфраструктура парка. Что у нас нового? Так, солнечные панели. А у нас же стояли они, ветряные турбины у нас также стояли. Просто, да, хорошо, что у нас электричество не отключилось в парке. Представляете, что это было, да? Во-первых, это напугало бы наших гостей. Во-вторых, это просто огромная катастрофа. И как бы повели себя животные. Так, ладно, в общем, геотермальная электростанция. Я так понимаю, это что-то огромное, которое питает... Сколько дает производимая энергия? Плюс 300. О-о-о, это колоссальная мощь. Так, резервные батареи малые. Ну, на случай, если вдруг в парке где-то будет отключаться электричество, да. Собственно, питание будет браться отсюда. Ну, давайте поставим здесь. И дизельный генератор. Дизельный генератор. Можно поставить где-нибудь здесь. Ну, производимая энергия, конечно, достаточно очень мала. Так. Отлично. Ну, собственно, по идее, они как бы уже у нас должны работать, запущены, да. Так. Да, вроде бы электричество производится, все хорошо. Как бы идет накопление в батарее. Так, ну что ж, давайте выпустим, наверное, наших ягуанодонов. Пора, пора. Лаборатория генетики. Выберем. Выберем всех трех. А, простите, Эдмонтезавры. Эдмонтезавры. Ну что ж. По-моему, если я не ошибаюсь, у них среда обитания схожа... Почему я все время пытаюсь комарозаврам подселить? Схожа со средой обитания похеринозавров и аргентинозавров. Вот такое травоядное семейство. С легкостью, в принципе, уже лучше с нашими объектами, которые уже есть в парке. Так, посмотрим на их благополучие. Если что, только можно различные кормушки новые раскидать. Так, вольер, природа, обогащение среды. Блок замороженных фруктов. Ну, вроде бы здесь есть. Давайте разместим, наверное, еще пару. Почему бы нет? Так. По природе. Кустарники. Не хватает кустарников. Сейчас, не вопрос, мы это сделаем. Кустарниковый лес. Ух ты, это что-то новое. То есть, это массивно уже масштабно просто... Одним стычком разместит. Давайте попробуем. Так. По-моему, ничего не происходит. Так. Одно. Так, размер, наверное, все-таки надо уменьшить. Уменьшим размер, увеличим плотность. Кустарники. Ну, это хоть как-то влияет на них. Да, по-моему, шкала растет. По берегам. Давайте по берегам. Отлично. Все. Я думаю... Хотя нет, еще немножко. Все. Супер. Прям вообще супер. Это как-то повлияло на благополучие наших... Так. То есть, в смысле, у меня для похеренозавров вообще другая среда какая-то непонятная была. Тропический лес. Им не хватает его. Тропические ферменты. Ну, давайте тропический лес. Да, я говорю, надо среду обитания все-таки, наверное, делать намного-намного больше. Да, и, кстати говоря, что я заметил еще интересного, то, что теперь наши посетители тупо не обходят вот эти вышки. Вы не поверите, они залазят на них и смотрят на объекты, на наших динозавров. Ого, что здесь за столпотворение. Они фотографируются рядом с металлическим жуком. Хорошо, отлично, классно. Мне это очень сильно нравится. Так, наполним кормушки. Кстати, да, у меня какая-то проблема появилась. Я вроде бы заказал определенный вид еды и растительности, но почему-то он не пришел до сих пор. Хотя вроде было написано, что я заказал. Ну, в принципе, давайте посмотрим благополучие. Благополучие у Эдмонта прекрасно. Аргентина вообще на высоте. И наши пакеринозавры также очень даже довольны. Довольны нам. Ну, что ж, давайте, наверное, на этом серию нашу закончим. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и пишите в комментариях, хотим ли мы расширить вот эту территорию. Давайте, наверное, вот именно вот этот вольер сделаем просто огромной территорией. Не знаю сколько, 50 на 50 квадратных километров. И просто разместим огромное количество различных видов травоядных динозавров. Мда. Сделаем, дадим свободу действия намного больше. И для каждого определенного персонажа подберем свою среду обитания. Пишите, короче, в комментариях. Короче, как этот видосик набирает. Чуть больше, чуть больше 600 просмотров, 700-800 просмотров. Короче говоря, для вас будет новая серия. Ну что же, всем до новых встреч.